Значит, мы неоднократно поднимали вопрос о запрете ночных автобусов, перевозящих людей. Меня раздражает, когда говорят, были дети. А что, если бы не было детей, можно угробить автобус? Или старики были? Любой, это любой гражданин. А если что, только молодые мужчины можно? А сгорели там 40 молодых мужчин. Всё, ерунда. Дети здоровы, старики здоровы, женщины здоровы. Это вот разделение по половому признаку или возрастному, это не годится. Любой пассажир, бомж, будет ехать. И мы против того, чтобы эти автобусы горели. То есть мы выступали. А перед вами выступала правящая партия, всё, они стонут. Надо что-то делать. Это ваше правительство. Мы направили Медведеву письмо с просьбой срочной, сдать распоряжение правительства России. Здесь закон не нужен. О запрете ночных перевозок автобусов по всей территории России. Всё. И больше ни одного трупа не будет. Подмосковье. Продолжают отбирать береговую линию у граждан. Невозможно войти в пруд. Везде частники. Всё огородили. Олигархи. Строят огромные дворцы. И люди, живущие в соседних домах, деревнях, даже выйти не могут на берег. Мы это запрещали. Но администрация, как балашики, наплевать на запреты, хорошую взятку дал. И заборы, колючая проволока. Это вот Москва. Московская область, вернее. Там это происходит. Поэтому надо, будем требовать наведения порядка. Дольщики. В понедельник были парламентские слушания. Самое радикальное предложение у ЛДПР. Вот этот закон мы примем. Мы поддержали в первом стене. Сейчас поддержим. Компенсационный фонд. Ничего не поможет. Потому что мошенники будут всё равно собирать деньги, как и банкиры, и уходить за границу. 300 банков. Ну где они, банкиры? Деньги увели за границу. Поэтому какая разница, что есть центральный банк, прокуратура, следствие, ФСБ. Потому что у нас радикальный вариант. Передать всё строительство жилья по стране министерству. Минстрой, ЖКХ. Они строят и гражданам в рассрочку продают. В рассрочку. Всё. Есть деньги? Купи квартиру полностью. Нет денег на 15 лет, на 20 лет. Нет денег? Возьми кредит в банк. Но твой кредит. Не жильё, долевое участие. А ты собственный кредит взял. И плати за твой дом. Но ты живёшь уже, тебя никто не обманет. Только это радикальное решение поможет избавиться от мошенников в строительной сфере. Иначе строительная пирамида. У нас была финансовая пирамида Мавроди. Теперь строительная пирамида. У нас по линии строительства жилых домов. И, по-моему, ещё транспортная пирамида. Вот в Имале. Что они сделали? Собрали деньги. За пролёт в Болгарию. И в другие страны. А самолётов нет у них. И сбежали. Ну что, вот транспортная пирамида. Денег нет, самолётов нет. Теперь другие авиакомпании будут перевозить наших пассажиров. И вместо отпуска нервотрёпка. Значит, как остановить этот беспредел? Один аэрофлот. А что иначе делать? Был у нас трансаэро. Ну и где это трансаэро? Поэтому они всё время воруют. И тем более опасность, что будут падать самолёты. Ну, вчера страшный дождь был. Я впервые промок. Никогда я не промокал. До нитки. Внезапно дождь, так сказать, пролил. И я почувствовал, что промокнуть до нитки. Хорошо у меня запасной костюм, туфли. Ну, полностью я всё сменил и переоделся. Но, с другой стороны, впервые МЧС стало лучше предупреждать. Вот все эти последние штормовые предупреждения, все были заранее. Даже, может быть, задолго до возможного. А вчера МОЗ Гидромет. У нас претензии к ним. Даже я видел, что чёрная туча подошла к Москве. Но откройте окно, вы, чиновники МОЗ Гидромета. Чего вы не предупредите, что через 20 минут начнётся сильный ливень? Он начался. Мы знаем, что он начнётся. Мы с зонтами выходим. А Гидромет идёт обедать. Разогнать Гидромет. МОЗ Гидромет разогнать. Уволить. Только за один вчерашний дождь. Не потому, что я промокал. Потому что мы все в окно смотрим на небо. А у них, наверное, в подвале сидят они. МОЗ Гидромет. Значит, будем принимать клятву, присягу преступлений в гражданство иностранцев. Мой вариант набрал больше всего поддержки. Но будут принимать вариант правящей партии. Сухой, бюрократический. При приёме в колхоз вот такого типа приблизительно, так сказать, заявление гражданина. В колхоз более эмоциональное заявление люди писали. Что не могу без вас, ребята. Погибаю я, единоличник. А здесь сухое. Принимаю, обязуюсь, буду и так далее. У пионеров было торжественное какое-то обещание при приёме в пионеры. Ну что делать, они большинство. Мы, я каждый раз говорил, вот с чем сравнить нашу страну и Запад? Почему Запад нас не любит? Я вам всем говорю, это исторический вывод. Мы деревня, а не город. Город всегда ненавидит деревню. Мы в лаптях, да по паркету. Паркет в Европе, а мы в лаптях. Хотим, чтобы нас любили. Я даю им прекрасную клятву, присягу. Они берут серый вариант. Мы документальное кино. Запад художественное кино. Люди хотят художественный фильм. Им не нужна эта хроника. Убийство. Или ещё чего-то. Поэтому это вот проблема. Мы сами виноваты. Большевики вырезали всю, так сказать, элиту. Всю культурную часть. Это же с тысячу лет. Там пануется плодородный слой, как земля, чернозём. Почему? Потому что тысячу лет не пахали, не сеяли. Вот тебе всех убрали. И шариковы идут вперёд, так сказать. Конечно, это вызывает у людей не самое лучшее чувство. Агрохолдинги. Теперь царь мешал крестьянам землёй владеть. Помещики. Большевики кулаков истребляли. Загоняли в колхозы. Теперь агрохолдинги. Слушайте, у вас полно земли. Чего вы забираете землю у тех, кто имеет право быть на ней? Это их земля и работать. Нет, огромная, так сказать, система и перемалывает. У нас хватит. Мы купим у всех продовольствие. Мы не будем завозить его. Нет, особенно на юге. Юг мафия. При Брежневе была мафия. При Ельцине и сейчас. Мафия бессмертна. Вот пока они есть. Я предложил, когда Ткачёв там ещё был губернатором, всех убрать. Всю администрацию государственного края. Вот не убрали, Кущёвка осталась. Несколько человек посадили, а Кущёвка, как заразный гриб по всему краю. Там находятся они. Вот. Ну вот. В Турцию мы открыли. Теперь внутренний турпоток упал. Опять обогащается другая страна. Ну потому что надо помочь, чтобы у нас везде были места отдыха. Азовское море пустует, Каспийское. И Чёрное море 200 километров без пляжей. А турки всё освоили. Почему? У турок не было советской власти и коммунистов. Они все предприниматели. Все торгуют. Вот камень лежит, он его продаёт. Осёл идёт, он его погоняет, что-то везёт. День и ночь работает страна. И никто никого не сгоняет никуда. Вот была у нас радиостанция «Русская служба новостей». Теперь «Лайф Ньюс». С какой стать? Хорошее название. «Русская служба новостей». Почему? Чтобы поглотить слово «русская». И на чужом языке «Лайф Ньюс» с какой стати? Мы будем требовать от министра связи, кто там даёт частоты, вернуть старое название. «РСН». Мы привыкли. А «Лайф Ньюс» это для сердца русского как бы не годится. Мы будем вносить предложение ввести в средней школе 12 класс. Вот надо тебе идти в ПТУ. 10 классов дайте ему аттестата среднего образования. 11-й готовится в университет. И 12-й специализация. Узкая специализация. Ты хочешь быть историком? Вот давай. Будете класс историков там или группа, архитекторы, там спортсмены. Что вы хотите? Чтобы он увидел свою профессию. Чтобы он не ошибся. Иначе половина идут не туда, куда надо. И потом всю жизнь несчастные. И дома нет счастья. И на работе. Это 12-й класс это европейский стандарт. Я ничего не выдумываю. Во всей Германии и в Европе 12-летнее обучение. И вот 12-й класс, никакой другой программы нет. Только специализация. Врач, иди в морг на практику. Иди в приемный покой, в поликлинику, посмотри. Нотариус, иди в нотариальную контору. Посидишь весь день, с ума сойдешь. И тогда не пойдешь в нотариусы, не пойдешь в адвокаты, в прокуроры. Что он почувствовал профессию. Иначе мы будем иметь вот такой вариант, как сегодня. Ну, Ближний Восток. Пока мы их не посадим за один стол. Турки, персы, арабы и курды. Конечно, трудно, чтобы там был мир. Они воюют там тысячу лет. Надо их как-то посадить всех. Договориться, вот, курдам территория. А вот Иран влияет на шиитскую часть мусульманского мира. Турки на суннитскую часть. Независимость, полная территориальная целостность Сирии. Может быть, без территории для курдов. Ирак и так далее. Иначе война будет там вечная, как она уже была. Мы предлагаем, за временем следишь, мы предлагаем восстановить сатирический киножурнал «Фитиль». Он очень хорошо действовал. И печатный журнал «Крокодил». Вот сейчас-то была прямая передача с президентом. Три миллиона жалоб. Вот давайте в течение года все опубликуем, снимем сюжеты. Такая, как Балашика, свалка по всей стране. И такие дома аварийные, как в Удмуртии, по всей стране. То есть это вот нужно делать все. Чтобы люди читали, смотрели. Я помню, все с удовольствием смотрели «Фитиль». Как «Фитиль», значит, кого-то протянут так, что на следующий день люди подавали в отставку. А сейчас что? Где что-то? Только судебное дело. Уголовное дело. У нас. А пока на экранах, конечно, у нас слишком много передач. Убийства. Каждый канал, сериалы и весь день. Убийства, полицейские, все эти дела. Следователи, прокуроры, пьянка, бандиты, воровская малина, мафия и так далее. И что у нас? Леонид Юданович. Вот наш лучший представитель комитета по журнальным делам. Все остальные были. Размазня, Мягкий, Лукин, Рогозин. Кто там еще? Как его? Косачев и последний Пушков. Что сегодня будем голосовать по Киргизии? Сегодня в начале пленарного заседания мы будем рассматривать проект обращения Государственной Думы к президенту Российской Федерации по вопросу предоставления граждан Киргизской Республики право управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской трудовой деятельности. На пространстве СНГ есть только два государства, где русский язык конституционно является официальным в Киргизии и вторым государственным в Белоруссии. У нас большие проблемы на пространстве СНГ, особенно в регионе Центральной Азии с русским языком. На наших глазах возрастает поколение уже сегодня молодых политиков, которые через считанные годы придут к управлению в своих странах, станут частью политических элит, которые плохо говорят по-русски. В этом случае все наши великие интеграционные проекты, Евразийский экономический союз и прочее, ожидают судьбы Вавилонской башни. Русский язык – это цементирующая основа русского мира. И в Киргизии, надо признать, прекрасно действуют русские школы. Мы построили Российский фонд мира, Владимир Вольфович долгие годы отдал Советскому фонду мира, школу имени Чехова в Бишкеке, на юге в Джалалабаде, в Аше. Русские школы начали вновь открываться, строиться. Поэтому мы обращаемся к президенту с просьбой разрешить слово гражданам Киргизии использовать свои национальные водительские и международные водительские удостоверения, существующие у них при осуществлении трудовой или предпринимательской деятельности в России. И надеемся, что все фракции в составе Государственной Думы поддержат это обращение ради великого русского языка. Спасибо. Фракции ЛДП поддержат. Все. До свидания. Вопросов нет? Редактор субтитров А.Семкин